Учесть современные тренды и не забывать о комфорте. Компания Аврора уже не первый год создает коллекцию одежды, которая состоит из тщательно отобранной и, как они сами говорят, нескучной базы. Особенно создатели бренда гордятся тем, что вся продукция производится в России. Алана Тумаева продолжит. Многофункциональная одежда, которая может заменить сразу несколько элементов гардероба. Особое внимание деталям. Внутренняя обработка изделия важна также, как и внешне. При производстве используют специальную технологию. Мы используем технологию умный крой. Что это значит? Мы стараемся создать комфортные, универсальные изделия, которые подойдут под разную погоду или разные ситуации. Например, вот этот тренч, это на самом деле тренч-конструктор, он трансформер три в одном. А вот это может быть легкая курточка отдельно носиться, также жилетом удлиненным. И, в принципе, собственно, тренчем полноценным. Бренду Аврора почти три года. Проект концептуальный. Авторы убеждены, каждая женщина уникальна. И задача бренда – раскрыть эту индивидуальность. Мы создаем комфортную, в первую очередь, одежду, которая комплементарно сидит на любом типе фигуры. То есть женщина таким образом обретает уверенность в себе и наиболее выигрышно смотрится в правильно подобранном гардеробе. Коллекцию разрабатывают три раза в год. Дизайнеры учитывают современные тренды, не забывая о комфорте. Производство полностью местное. От идеи до ее воплощения – все на территории республики. Сегодня бренд активно перестраивает формат работы. Так как современные реалии диктуют новые условия, нам пришлось адаптироваться и мы нашли нужных поставщиков на территории нашей страны. Также мы сотрудничаем со многими дружественными странами. Уже налажены контакты, намечены новые перспективы развития. И в принципе могу сказать, что данная ситуация сыграла во благо, так как эта отрасль сейчас развивается как никогда. Сейчас продукцию реализуют в большей степени в нашей республике. В планах расширять рынок. Договоренности уже есть. В принципе у нас уже есть опыт работы с Москвой. Сейчас у нас есть постоянный склад в Москве. Если здесь в Осетии есть точки оффлайн-продаж, то есть это магазины, в Москве мы работаем в принципе как и по России, мы работаем в формате онлайн-продаж. Заказов становится только больше. Соучредитель бренда говорит, готовы выходить на новый объем. Но в республике ощутимо не хватает мощности. Нет подходящих цехов. Когда-то Северная Осетия славилась своей легкой промышленностью. Сейчас, по словам Алины Гусаловой, самое время, чтобы развивать это направление. Алана Томаева, Игорь Вецеховский. Новости Осетии.